Исследуем электропроводность химически чистой воды. Дистиллированная вода тока не проводит. В молекуле воды ковалентные связи полярные, так как электронные облака смещены к более электроотрицательному атому кислорода. Такие молекулы называются диполями. Диполи воды ориентируются около ионов кристаллической решетки соли. Между ними возникают силы взаимного притяжения. Это приводит к разрушению кристаллической решетки. Свободные ионы натрия и хлора при взаимодействии с молекулами воды гидротируются. Так при растворении в воде веществ с ионным видом связи появляются частицы носителей зарядов. Теперь получим хлороводород. Соединение с ковалентной полярной связью. Хлороводород хорошо растворяется в воде. Как образуются ионы в этом случае? Диполи воды усиливают в молекуле хлороводорода полярность химической связи. Это ведет к превращению полярной связи в ионную, то есть к разрыву молекулы на ионы. Свободные ионы водорода и хлора также гидротируются. При этом ион водорода, соединяясь с молекулой воды, образует ион гидроксония. При растворении происходит химическое взаимодействие растворенного вещества с растворителем. Но как объяснить, что при растворении одних веществ температура понижается? А при растворении других повышается. Обозначим буквой Ку тепловой эффект реакции. Разрыв связи сопровождается поглощением теплоты. А взаимодействие иона с диполями воды ее выделением. Если теплоты поглощается больше, чем выделяется, то раствор охлаждается. Если же теплота гидротации больше, то раствор нагревается. Таков механизм электролитической диссоциации солей, щелочей и кислот. Р Продолжение следует...